В Кредитсвисе я на данный момент являюсь техледом слэш-архитектором. Собственно говоря, в банке в основном мы работаем с информацией, очень большими объемами информации. И очень сложная бизнес-логика и логика выборок, получения информации из базы данных. И в принципе в банке одно из самых, самое ценное, наверное, что у вас есть, это ваша бизнес-логика, потому что зачастую бизнес-правила зарыты в коде. Документация, по которой они писались, она давно утеряна или, возможно, ее никогда и не существовало, и вы писали это по объяснению бизнес-аналитика, он потом дал добро, и, собственно говоря, все. Бывает ситуация, когда банк десятилетиями работает на каком-то запросе, который никто толком не понимает, и все просто рассчитывают на то, что он работает правильно. Поэтому, собственно говоря, мы пришли к тому, что очень важно, чтобы наша логика была с одной стороны выразительной, а с другой стороны была собрана вся в одном месте, и это самое место можно было бы легко поддерживать. Раньше, конечно, бизнес-логика в основном хранилась в базе данных в виде хранимых процедур, но такой подход проверки временем не выдерживает. Поэтому в новых наших проектах всю логику мы храним в запросах C-Sharp, в линке, в запросах, которые обслуживает наш Entity Framework. И когда мы начали делать сложные запросы, мы столкнулись с тем, что многие разработчики, собственно говоря, не до конца понимают, как работают эти самые запросы, что такое IQueryable, что такое Expression Tree. Именно на том, какой потенциал хранится в IQueryable, насколько выразительный код и насколько вообще удобно писать код с его помощью, я сегодня вам и расскажу. Это Interface IQueryable. Он довольно похож на IEnumerable, за исключением того, что у него добавляется два поля – Expression и Provider. Expression представляет собой, собственно говоря, ту логику, которую наш запрос должен отразить. Эта логика, в принципе, довольно абстрактна, но на чем-то она должна быть написана. И в нашем случае она написана будет на C-Sharp коде. Меня спрашивают, почему хранимые процедуры не выдержали проверку временем. Ну, если бы они были написаны с соблюдением, скажем, Solid принципов и хорошо разбиты, то, может быть, они выдержали бы ее чуть лучше. Но на данный момент мы имеем процедуры длиной тысячу строк и две тысячи строк, и ориентироваться по ним крайне сложно. Даже с тем, что мы используем коммерческие инструменты для SQL-разработки, все равно достаточно сложно будет найти какое-то место, где все места, которые сдрагивают определенную таблицу, все места, которые олицетворяют с собой определенную операцию, их искать трудно. Тестировать это также очень трудно. Раньше этим никто не занимался, и специалистов таких найти трудно. О, да, OP-логика имеет очень большие преимущества над хранимыми процедурами. Но тут все сводится в основном к тому, что SQL, сам как язык, это один из очень старых языков. И его синтаксис, и те цели, для которых он создавался, они закладывались еще в 70-е, и с тех пор, как ни странно, никаких особых подвижек на этом поприще не произошло, в отличие от C-Sharp. Итак, iQueryable представляет собой логику нашего запроса и наш провайдер. Провайдер занимается тем, что анализирует нашу логику и выполняет ее по конкретному источнику, для которого создан. Что представляет собой Extraction 3? Сергей, собственно говоря, в прошлом докладе несколько раз их упоминал, и не зря, потому что... Самый простой ответ — Extraction 3 представляет собой сериализированную логику. Любой код, который компилируется, он проходит этап, когда он превращается в Extraction 3 вашим компилятором. Разница в том, что... Ну, там не Extraction 3, но не тот, о котором мы говорим, когда упоминаем объект в .NET. Разница в том, что мы можем попросить наш компилятор не догонять это дерево до уже байт-кода, а оставить его как есть. Оставить его в виде дерева логики. Вот здесь мы видим, казалось бы, лямбду. Мы часто передавали, что это какие-то такие лямбды в наши методы. Тем не менее, мы не задумывались, что часть методов, если мы говорим о ByQueryable, она принимает не функцию, а expression данной функции. Конвертация в expression по левой стороне как раз таки говорит компилятору, что этот метод не нужно догонять до непосредственно байт-кода. И вот что мы получаем после компиляции. Это аналог, как если бы мы писали этот самый expression руками. Вот так вот он выглядит в памяти. Это самая наглядная форма деревьев выражений, с помощью которой их легче всего понять. Это в данном случае гетерогенное дерево, состоящее из узлов разного типа, полностью отражающую нашу логику. Поэтому там, где наш innumerable, это, грубо говоря, поток значений, который мы постепенно пропускаем через каждую следующую стадию, через каждый следующий делегат, наш iQueryable – это запрос, который мы собираем из небольших частей. То есть это каждая стадия запроса, она независима, и каждая трансформация iQueryable дает нам новый iQueryable. Но каждая последующая стадия базируется на предыдущей. То есть по итогам мы получим запрос, который будет содержать все наши составные части, которые мы к нему передали, и которые мы сможем обработать нашим провайдером. В принципе, про деревья выражения Expression Tree обязан знать, по-моему, каждый C-Sharp-разработчик, потому что, во-первых, у них очень много применений, особенно там, где мы имеем дело со сложной логикой. Во-вторых, если вы, скажем, работаете с розлинном, то они весьма похожи на ту структуру, с которой вам придется работать, если вы будете работать с розлинном. Деревья, те деревья, которые вам предоставляет розлин, они содержат гораздо больше информации, они содержат такие вещи, как комментарии, к примеру. Но, в принципе, структура и подход один и тот же. Собственно, вопрос. Имея вот такую структуру данных в памяти, что же мы с ней можем делать? В чем же ее преимущество для нас? Первое, конечно, самое простое, о чем упоминал Сергей, мы можем ее декомпилировать и выполнить ту логику, которую она с собой олицетворяет в памяти. Мы можем также ее проанализировать во время выполнения и сделать выводы относительно того, какая логика в ней заложена. В частности, именно это используют провайдеры. Мы можем их модифицировать. Одной из отличительных особенностей этого дерева является то, что про каждый следующий узел он знает исключительно его сигнатуру. и мы можем заменить его на узел, который обладает идентичной сигнатурой. То есть на узел, который если бы мы говорили об исходном C-шарп-коде, любую замену, которую мы можем выполнить в нем, мы можем впоследствии выполнить и в рантайме на нашем дереве выражений. В частности, одна из часто выполняемых операций это замена вызова одного метода на вызов другого метода. Если когда-нибудь сталкивались с вызовом DB Functions в Entity Framework, то именно это и происходит. Более того, исходный метод в данном случае в принципе не имеет тела. Если вы заглянете в него, обнаружите там implemented exception и все. Тем не менее, в рантайме, когда ваш код выполняется по базе данных, вы ни с чем таким не сталкиваетесь. Потому что то, что выполняется в данном случае метод служит лишь маркером. А то, что выполняется это уже результат работы провайдера. Вот, собственно говоря, самое частое наше применение деревьев выражений это постепенное конструирование SQL-запросов. Начиная от датасета, который олицетворяет собой таблицу в базе, в данном случае BAR, мы последовательно накладываем на него фильтрацию, а потом несколько трансформаций. Если бы мы делали это в Linke, то на каждом этапе каждая функция вызывалась бы для каждого из наших значений. Но мы имеем дело со SQL-ем. Поэтому в итоге мы получаем структуру запроса, которая выглядит вот так вот, и все это выполняется по базе. То есть, как вы можете видеть, как наши условия фильтрации, так и все преобразования сконвертированы были Entity Framework в запрос к базе данных. Все это выполнится за один запрос, все это будет выполнять наш SQL-сервер. и непосредственно в нашу среду обратно мы получим уже готовые объекты, получим готовый результат со всеми значениями, и Entity Framework его для нас сконвертирует, десериализирует в уже C-Sharp-овские объекты наши. Что тут важно понимать, что в если бы мы имели дело с обычным Enumerable, мы могли бы сохранить результат работы Where, даже сконвертировать его в массив, и потом вызывать на его основании несколько разных путей выполнения, несколько разных селектов, и эти данные были бы у нас в памяти. Но в случае с iQueryable это именно запрос. Пока у нас есть запрос, у нас нет еще никаких абсолютно данных в памяти. Он ничего не кэширует, он ничего не пытается выполнить заранее. Любые данные мы получим только после того, как произойдет его выполнение. Деревья выражений можно собирать вручную, но зачастую это делается очень редко, потому что по сложности это, наверное, даже более сложно, чем рефлексия. И они настолько хорошо интегрированы в среду выполнения, что большинство программистов, когда имеет с ними дело, даже не подозревает, что их код будет конвертироваться именно в дерево выражений, а не в бойкот. Компилятор C-Sharp умеет компилировать деревья выражений лямбды, которые не содержат тела. Это не ограничение самих деревьев выражений, потому что руками вы можете собрать практически любое. Если мы посмотрим сейчас на то, что у нас доступно в классе System Link Expression, мы увидим там выражения, способные отразить практически любую структуру C-Sharp новых кодов. В частности, если, скажем, нам нужен блок кода с объявлением переменных, мы воспользуемся блок Expression. Мы можем таким образом на ходу собирать очень сложные методы с логикой любой сложности, но тут проблема в том, что зачастую мы компилируем эту логику в другой язык, и если мы говорим, скажем, о языках запросов, не всегда у нас получается ее сконвертировать правильно, особенно если у нас есть ограничения, что запрос должен быть один. Поэтому автоматически компилятор умеет обрабатывать только лямбды без тела. Руками сможете собрать практически любые. вот так выглядят наши запросы в непосредственных репозиториях. Надо сказать, что зачастую я фанат функциональной формы LinkU, и единственная ситуация, в которой форма именно в виде синтаксиса языка запросов оказывается намного удобнее, это когда нам нужно создать запрос, который будет выполняться по базе данных. Полагаю, что это следствие того, что сам язык LinkU как раз таки и строился на привычном нам SQL-е с управлением некоторых его огрех. Тем не менее, что здесь важно понимать, что эти две формы эквивалентны. Что-то удобнее делать в одной форме, что-то удобнее делать в другой, к примеру, join-ы и let-ы очень трудно повторить в функциональной форме. Но в принципе они превращаются потом нашим компилятором в одинаковую структуру деревьев выражений, и поэтому мы можем использовать их вместе. В данном вопросе вы можете обратить внимание, что в первой части у нас идет чистая линк форма запроса, однако там, где мы доходим до select, мы начинаем использовать функциональную форму для того, чтобы одно из свойств нашего DTO, чтобы выбрать в него достаточно сложные данные со своей уже логикой. Запрос, кстати, по нашим меркам это запрос очень маленький. Форма запроса в LinkU с ней работает достаточно удобно, поэтому даже достаточно большие запросы они удобно читаются и без проблем дорастают до размеров трое больше, чем то, что мы видим сейчас. Обратите внимание, что в данном запросе мы используем таблицу Locations. Это важно для будущего, потому что одним из важных свойств получившегося iQueryable из этого запроса является то, что мы можем их комбинировать дальше. То есть происходит дальнейшая композиция. К примеру, у нас есть ситуация, где мы можем, где нам нужно получать WorkOrder Summaries для нашей таблицы и выводить их как есть. Но, допустим, нам нужно посмотреть статистику по этой таблице, и для того, чтобы этот код был легче поддерживать, конечно, хотелось бы, чтобы статистика рассчитывалась на основании того же самого запроса, который получает и сами Summaries. Таким образом, если, скажем, у нас поменяется какая-то логика выборки Summaries, нам не придется менять запрос, который выбирает ее статистику, потому что статистика содержит уже в себе логику запроса выбора Summaries. Здесь мы, базируясь на этом запросе, добавляем, к примеру, группировку, если наш менеджер хочет посмотреть не просто таблицу, а сгруппировать ее по каким-то нужным ему параметрам. Вот так выглядит код, который мы получаем. Обратите внимание, у нас два эквариабл, тем не менее, у нас все также один запрос. И если у вас провайдер умный, к примеру, как Entity Framework, то он еще и оптимизирует запрос, потому что он знает, какие пути, какие части логики более никак не влияют на конечную выборку. В данном случае для группировки локейшн никак не нужен. Entity Framework проверяет, что он не повлияет, к примеру, что он не используется во внутренних джойнах, и он не влияет на порядок рядков в выборке. Поэтому в принципе его можно безопасно вытянуть, и ничего не поменяется. Так, что у нас в Q&A? Так, как это все конвертируется в базу данных, и то, что у каждой базы данных свои фичи? Да, именно поэтому, к примеру, у Entity Framework есть разные провайдеры. Каждый провайдер, к примеру, как Oracle провайдер или SQL Server провайдер, кажется, они называются драйверами. Он знает, с какой базой данных он работает, и он будет использовать те фишки, которые в данной базе данных он может применить. на тему того, что сгенерированный SQL будет неоптимальным. Во-первых, для той логики, о которой у нас идет речь, гораздо важнее читабельность. Тут гораздо важнее за 10 минут выяснить все места, в которых фигурирует та или иная таблица и та или иная операция, и быстро понять, что там происходит, чем час копаться по оптимальным процедурам, написанным на SQL и предоставить эту информацию B.A. уже через час. На тему того, что, опять же, он неоптимальный, оптимизация здесь на каждом этапе. Как я уже говорил, entity framework отсыкает ненужные части логики, потом SQL сервер занимается тем, что тоже оптимизирует запросы, которые он получает, оптимизирует их и по возможности кэширует план выполнения и оптимизации. Единственные проблемы с производительностью этих вещей, которые у нас когда-либо возникали, возникали потому, что неоптимально были расставлены индексы, и нам необходимо было добавить новые индексы. Проблема, что код, написанный entity framework, получается сильно медленнее, чем код, который мы писали руками, с этим мы никогда не сталкивались. Было несколько случаев, когда нам нужна была оптимизация, которая недоступна в entity framework, потому что, да, не все, что вы можете написать руками в SQL, можно воспроизвести в вашей логике деревьев выражений, но за три года это происходило, наверное, раз. К примеру, вы не можете подсказать в ваш SQL, добавить подсказки относительно того, какие индексы стоит или не стоит использовать, но все такого рода вещи, опять же, обходятся более правильным построением индекса. Почему entity framework, они, к примеру, link-u2-db? Тут важно понимать, что чем более распространена технология, о которой идет речь, тем больше шансов, что у вас получится решить задачу, которую вы хотите с ее помощью решить, или что вы сразу узнаете о косяке, который вам эту задачу по итогам решить все равно не позволит. Ну, в принципе, потому что она содержит достаточно много из того, что нам помогает. к примеру, то, что она уже содержит код, который позволяет работать с транзакциями. До тестов мы найдем. Насколько эффективно link-u2-запросы преобразуются в SQL? Ну, SQL, вы можете наблюдать на экране, читать их не так легко, как то, что написано руками, но читать их не приходится практически никогда. И если уже приходится, то вы потратите на 2 минуты больше для того, чтобы найти то место, которое вас интересует. Как по-человечески можно добавить селет, если в теле селета скажем 200 строк? Дело в том, что как здесь обрабатываются исключения. Если вы пытаетесь сделать что-то, что с точки зрения логики SQL не имеет смысла, то оно упадет еще тогда, когда вы пытаетесь составить запрос. А если что-то падает на выполнении запроса, то вы, конечно, получите уже SQL exception. который к вам придет из сервера баз данных и сервера баз данных вам сообщит, что что-то не так. Или если у вас, скажем, ошибка, вы пытаетесь, если ваша модель подразумевает, что где-то не может быть null, а из базы пришел null, тогда вы получите mapping exception. Но он будет достаточно неплохо описан для того, чтобы понять, что происходит. И если у вас правильно составленная модель, то такое у вас практически не произойдет. Единственное, ситуация, в которой я с этим сталкивался, это если кто-то составлял модель руками и забыл о том, что то или иное свойство может быть налобом. что стоит включать запрос, до этого мы дойдем. Относительно того, все ли мы перевели, конечно, не все. это институция с двухсотлетней историей, приложения разрабатываются десятилетиями, наше приложение, самое большое приложение, на котором, собственно говоря, это все откатывали, оно на тот момент содержало подходы к коду за последние 15 лет, то есть самые старые части это были AspNet веб-формы еще, причем, по-моему, еще даже без генериков, где база дергалась через статические методы, и самые новые части это был AspMVC, где все, естественно, делалось через dependency injection, где присутствовали ORM, где практически весь код, который можно было, генерился, и все, что можно было, был покрыт юнит-тестами, а также integration и intent. Почему я EF, а не AntHibernate? Потому что у нас был опыт работы с EF, и AntHibernate мы пытались внедрить еще года четыре назад, еще до меня, но тогда он не пошел, и на тот момент, как я в проект попал, это было решение, в общем-то, уже принятое. В entity framework CTE Common Table Expressions нет, но дело в том, что он там и не нужен. Основная кто не знает, что такое Common Table Expressions, это возможность, собственно говоря, в самом SQL переиспользовать части своего запроса, когда вы определяете, скажем, небольшую выборку, дав ей имя, и в последующих ваших запросах, в том же, внутри одного запроса, вы создаете небольшой переиспользуемый кусочек, но в entity framework это все гораздо удобнее, мы до этого дойдем. Deadlock'и в базе, да, но это, deadlock'и в базе, конечно, случаются, но это будет с любым SQL-запросом, это не зависит от того, что именно его генерит, это зависит от того, сколько у вас параллельных запросов и к чему они имеют доступ. Dynamic LinkU, да, мы его использовали лет пять назад. Идея та же, но реализация у него достаточно экзотичная, и кто не знает, что такое Dynamic LinkU, это расширение для LinkU, которое позволяло писать части запроса с помощью строк. Но дело в том, что у его создателя были свои представления на тему того, какой синтаксис там должен быть, и этот синтаксис отличается от синтаксиса C-Sharp. Не всегда, если вы скормите ему строку, которая олицетворяет собой валидный C-Sharp, она у вас скомпилируется. Поэтому некоторое время раньше, года четыре назад мы его использовали, боролись с его особенностями, но потом обнаружили, что все, что делает Dynamic LinkU, можно сделать с помощью директоров выражений и даже удобней. Пока давайте вернемся к докладу, на Q&A у нас еще будет время. Как далеко можно зайти с композицией I-Qualiables? Мы пока не знаем, где эта граница, потому что вот здесь, к примеру, у нас запрос, в котором мы компонируем пять существующих I-Qualiables в шестой. Каждый из этих I-Qualiables по идее в принципе может использоваться и в других наших методах, в других наших запросах, кое-где он может использоваться сам по себе. Тем не менее, здесь его переиспользование выглядит точно так же, если бы мы переиспользовали просто существующий C-Sharp код. И опять же, обратите внимание, мы некоторые из I-Qualiables мы дополнительно по месту уточняем условиями в where дополнительным селектом и правилами типа First or Default. Все, о чем мы сейчас говорим, стало возможным из-за гибкости Expression Tree. И тут стоит остановиться на том, что еще можно делать с их помощью. Ценность Expression Tree для вас как разработчиков в том, что они позволяют вам писать кусочек логики на C-Sharp, который будет проверяться C-Sharp компилятором. То есть в Expression Tree если вы отдаете компиляцию на откуп в вашей среде разработки, то она предупредит вас, если вы пытаетесь сделать что-то, что не имеет смысла. К примеру, если вы пытаетесь сравнить строку с числом, вы получите такую же ошибку, как если бы делали это в обычном C-Sharp коде. она проверяет для вас структуру и типы ваших моделей, с которыми вы работаете. То есть если у вас на модели есть комплексное свойство, вы можете продолжать получать его нужные свойства и так дальше. И если вдруг когда-нибудь вы переименуете одно из свойств в вашей цепочке, то компилятор тут же обратит ваше внимание на то, что часть логики, которая у вас задается деревом вооружений, больше не имеет смысла после этого переименования. Вы узнаете о совершенной ошибке после первой же компиляции. В частности, это то, чего вы не получите, скажем, если вы собираете SQL-запросы из строк. И, насколько помню, вы не получите этого, и тогда, если, скажем, поменяли что-то в таблице, и одна из хранимых процедур более некорректно с ней работает. Слежение за вот такой целостностью приложения задача достаточно кропотливая. Даже если вы помните о том, что это делать надо, это отнимает очень много сил. И если нужно что-то тратить время, хотелось бы тратить это время на написание юнит-тестов, потому что они пишутся быстрее всего. И важно понимать, что в конечном итоге с вашими данными все равно будет работать ваше C-Sharp приложение. И если вы захотите протестировать полностью какой-то аспект вашей программы, который частично задан в SQL, а частично задан в C-Sharp, вам придется поддерживать две гетерогенных структуры тестирования, помнить об особенностях каждого из них, не говоря уже о том, что инфраструктура, на которой вы будете их выполнять, будет разной. Когда у вас все делается через C-Sharp, у вас есть единая очень удобная структура для юнит-тестирования, и скорее всего, гарантированно вся ваша команда знает, как писать юнит-тесты. Если кто-то не знает, как их правильно писать, то начинать над этого. В частности, мы упоминали только что order.by и сортировку. Это очень частая задача, потому что менеджеры привыкли к Excel, и они считают, что любая таблица, скажем, на вашем фронт-энде, она должна обладать всей той же функциональностью, как и их любимый Excel. Поэтому, если вы даете им таблицу с данными, они первым делом пытаются нажать на хедер какой-нибудь из колонок и отсортировать их. Естественно, что тут две основные проблемы. Во-первых, это должно работать из коробки просто за счет описания вашей модели. Писать логику сортировки для каждого столбца это бессмысленно, потому что она всегда будет одинаковая. И второе, естественно, вся эта сортировка и фильтрация в конечном итоге должна выполняться силами вашего SQL-сервера. Для этого он и нужен, и он с этим отлично справляется. А выбирать миллион рядков в память вашего приложения и потом обрабатывать их там, вот в частности Сергей упоминал, что такое происходит, если вам нужно что-то, чего не может из коробки делать Entity Framework. Однако мы в своих проектах столкнулись с тем, что того, чего Entity Framework делать не может, его на самом деле крайне мало. Единственное, чего мне иногда реально не хватает, это оконные функции, которые позволяют, скажем, расставить ранги вместе с разбивкой получившейся выборки по группам, расставить ранги внутри каждой группы отдельно. Но для такой ситуации мы обычно применяем вьюшки на нашем сервере, и опять же она происходит очень редко. Зачастую, если у вас есть ваша C-Sharp модель, она сгенерена сначала классы сущностей сгенерены автоматически по вашей базе, то, что они генерятся автоматически, гарантирует, что они соответствуют базе, и багов там практически не наблюдается, то есть, если у вас есть модель, которую генерил автомат, вы не столкнетесь с тем, что какое-то свойство вы не можете десериализировать после его получения. И в вашем C-Sharp коде, естественно, на основании этих моделей вы пишете выборки для DTO, и тут уже ваш C-Sharp код проверяет, что, скажем, если у вас nullable свойства на модели, вы не пытаетесь его присвоить вне nullable свойства DTO. Поэтому шансов на то, что вы допустите глупую ошибку просто потому, что не помните каких-то особенностей модели их практически не остается. И имея вот такую хорошо описанную модель, вы, естественно, можете скормить ее вашему фронтенду, это самое описание. На основании этого фронтенд сможет правильно сформировать сортировку, наградить все столбцы вашей таблицы на фронтенде правильными виджетами для сортировки, которые не будут заставлять вашего менеджера правильно руками вводить дату еще и в нынешней культуре, просто покажет ему отличный календарик, из которой он ее выберет. И когда он выберет это значение, поскольку весь этот код генерик, у вас есть гарантия, что никто руками нигде ничего не забыл, что вы получите правильный запрос на сортировку или фильтрацию ваш бэкэнд на C-шарпе, и там с помощью немного рефлексии и деревьев выражений, вы добавите его в свой запрос, и поскольку вы имеете дело с деревьями выражений, с одной стороны в итоге все преобразуется в SQL, с другой стороны они безопасны, то есть если вы попытаетесь создать дерево, которое с точки зрения C-шарп-кода не имеет смысла, опять же, типичный пример, это жестко сравнить строку с числом, то ваше дерево выражений упадет на этом этапе, и ваша неправильная логика в SQL запрос не будет преобразована и до базы не дойдет. И опять же, о том, чтобы здесь была возможна какая-то инъекция, мы пока с этим не сталкивались никак. весь код, точнее, пример вот этой генерик фильтрации и сортировки, он есть на GitHub, он взят из специального проекта, который был подготовлен для предыдущей версии этой презентации, я в конце его ссылку дам, там можно будет посмотреть. База, кстати, с которой мы в данном случае работаем, это старый добрый AdventureWorks, Microsoft-овская эталонная база компании, которая выпускает велосипеды. Давайте посмотрим, что у нас в Q&A. Я буду отвечать на Q&A сейчас, как на стек, то есть на более свежие вопросы, наверное, раньше, чем на предыдущие. Используем ли мы Entity Framework для изменения данных в BD? Да, конечно. Entity Framework у нас занимается апдейтом инсертом. Единственное ограничение, Entity Framework очень не дружит с батч-операциями. То есть, если вы хотите загрузить с базы тысячу объектов, модифицировать их и записать обратно, это будет очень медленно. Но специфика фронт-энда такова, что мы либо читаем батч-объекты, то есть, большая выборка для таблицы, либо редактируем один конкретный объект для сохранения его в базе. Один конкретный объект, тут надо уточнить, что это может быть объект, который, тем не менее, затрагивает записи в нескольких десятках таблиц. И нам, к примеру, важно, чтобы операция сохранения была атомарной. Вот тут Entity Framework нам здорово помогает. Имеет ли смысл использовать дополнительные кэши? Это скорее относится к Entity Framework и здесь нет, мы вообще не используем кэширование объектов Entity Framework нам важно, чтобы все данные всегда были свежими. Секунду. То есть, в Entity Framework мы используем кэширование запросов, но никогда кэширование полученных данных. Может быть, лучше сразу писать интеграционные тесты. С этим сложности во-первых, инфраструктура, которая нужна для написания интеграционных тестов по базе, она гораздо более сложная и осложняется все тем, что в банке зачастую есть достаточно большая бюрократия и базу данных вы не контролируете. То есть, скажем о том, чтобы зафиксировать состояние базы с помощью не помню, как называется эта концепция, снапшот, кажется. а потом после тестов просто его откатить, об этом речи нет. Самую важную логику мы, конечно, тестируем интеграционными тестами, но приведение базы в нужное состояние, особенно, когда речь идет о том, что у вас логика затрагивает несколько десятков таблиц, это очень сложно. Очень много занимает времени, а время, конечно, ограничено. схема BD. Entity Framework сам по себе умеет обновлять схему базы данных, в него можно встроить миграции, но эти миграции, они достаточно экзотическая технология, и у нас пока нет доказательства того, что они могут поддерживать все, что нам надо, поэтому за схему BD у нас отвечает Redgate version control. У нас схема BD контролируется отдельно, а в нашей Entity Framework мы с помощью расширения для Visual Studio, я потом дам на него ссылку, автоматически генерим модель по существующей базе данных. Кроме того, если вы в банке, то самый частый сценарий это у вас, вы пишете новую версию приложения или какое-то расширение по базе данных, которая существует уже несколько десятилетий, поэтому о том, чтобы создавать новую базу данных, это бывает крайне редко. Насчет того, может ли Entity Framework трансформировать что-то в Select for Update, из коробки, думаю, не может. А вот насчет того, есть ли такие расширения, пока не знаю. но скажу, что в принципе они возможны. Вся презентация в данном случае про то, что можно сделать, какую логику можно задавать с помощью деревьев выражений. если у вас модель, если у вас есть модель, то ничего вам не мешает написать свой какой-то провайдер или расширить существующий провайдер для того, чтобы скомбинировать Select и Update и задавать их части типа фильтрации, сортировки, конкретных выборок с помощью деревьев выражений, а вот готовый SQL-ный код собирать потом из этих маленьких частей и выполнять по базе. То есть, грубо говоря, деревья выражений в данном случае помогут вам удостовериться, что целостность модели не нарушена. А вот то, как вы эти кусочки используете, зависит исключительно от вас. Поэтому да, вы можете написать код, который получит дерево выражений, отвечающие за Select, получит дерево выражений, отвечающие за Update и на основании их сгенерит уже SQL-код. Еще одним хорошим свойством деревьев выражений является то, что, как мы уже упоминали, можно заменить одну ветку на другую, если у них совместимая сигнатура. И от этого всего лишь пару шагов до библиотеки переиспользуемых кусочков деревьев выражений, которые фактически олицетворяют собой функции. К счастью для нас библиотека, которая сильно облегчает данный функционал, уже существует. И если вы знаете такого разработчика, как Джозефа Албахари, достаточно известная в Дотнет-кругах личность, он был первым автором этой библиотеки. В принципе, он большой энтузиаст LinkU. Программа, написанная им, LinkU-Pad, это просто незаменимый инструмент в нашей работе. Я потом, возможно, покажу, как с ним работать. И библиотека LinkU-Kit, которую он создал и теперь поддерживает сообщество, она позволяет нам делать следующее. Она позволяет нам иметь, точно так же, как мы имели бы функцию, принимающую две строки и возвращающую строку, она позволяет нам иметь дерево выражений этой функции. И потом в нашем коде мы вызываем это дерево выражений, фактически, как если бы оно было C-Sharp-функцией. В частности, подозреваю, что то, о чем говорил Сергей, то, чего не может обработать Entity Framework, очень большая часть из того, что Entity Framework не может из коробки, становится возможной после добавления этого функционала. Потому что Entity Framework не может обработать вызов C-Sharp-метода, но если у вас есть дерево выражений, то оно, естественно, может встроить существующее дерево выражений в ваше новое дерево выражений. Результат здесь получится, как если бы вы писали дерево выражений, просто взяли ваш код, который отвечает за форматирование и вставили его здесь, как есть. Но вы можете себе представить, что, к примеру, если у вас есть устоявшаяся форма обращения к вашим клиентам, менеджер может очень строго требовать, чтобы эта форма обращения соблюдалась везде. и очень удобно вынести ее в таком случае в переиспользуемую функцию, но хотелось бы, чтобы это все выполнялось все так же вашим SQL-сервером. С этим кодом вы можете добиться именно этого. Тесты. Да, в этих наших деревьях выражений теперь уже зарыта очень большая куча бизнес-логики. Возникает вопрос, как это все тестировать. Как мы помним, деревья выражений это логика, да, она выражена в C-Sharp, но в принципе она достаточно абстрактна. Ничто не мешает вам взять логику для одного провайдера и просто заменить провайдер. И поскольку она вся кодируется C-Sharp, у вас есть гарантия, что любая логика, которую вы таким образом задаете, она может быть выполнена по C-Sharp-овским объектам, дотнетовским объектам, если быть корректным. В памяти вашего приложения. На этом принципе построено юнит тестирования запросов Entity Framework. Когда вы пишете запрос, вы всегда пишете его к интерфейсу, который 1.1 соответствует реальному классу вашей модели. Но когда вам нужно его тестировать, вы заменяете ваш реальный контекст фейковым контекстом, который фактически представляет собой граф объектов, граф массивов с объектами в том виде, в котором вы получали бы их из базы данных, если бы получали массивы для каждого объекта отдельно. Вот, кстати, ссылка на тот экстеншн, который мы используем для генерации нашей модели по базе данных. И в конечном итоге тестирование логики выглядит примерно вот так. Вы создаете экземпляр фейкового контекста, наполняете его теми данными, которые ожидали бы увидеть в базе данных, и выполняете ваш запрос из репозитария, передав ему этот самый контекст. Эту практику мы используем уже около трех лет, и пока могу вам сказать, что мы еще ни разу не сталкивались с тем, чтобы какой-то запрос проходил юнит-тест, но при этом по базе данных логика не сходилась потом. Тут, правда, надо отметить, что все, о чем я сейчас говорю, это сильно зависит от того, насколько умный человек делал имплементацию вашего провайдера. То есть, если вы имеете дело с entity фреймворком и с хорошо известным драйвером, как, скажем, Oracle или драйвер к SQL серверу, то тут вы в безопасности. Если провайдер у вас писался каким-нибудь меньшим коллективом и меньше используется сообществом, то есть, было меньше шансов всем багам, которые там могли остаться всплыть, то тут, конечно, да, ошибки возможны, об этом надо помнить. Но зачастую технологии, которые используются, они растут вместе с организацией. Если у вас большой enterprise, то у вас там, скорее всего, будет или Oracle, или SQL сервер. Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, когда тестируете юнит-тесты, мы о ней уже упоминали, это то, что у некоторых методов есть ограничения. особенно, если, скажем, вы столкнулись с необходимостью выполнить дата-функцию и у вас в C-Sharp нет ее аналога. С помощью деревьев выражений вы можете заменить вызов этой вашей функции, если вы выполняете ее по объектам в памяти, на что-то другое. И тут вы можете либо предоставить эквивалент, как описано на слайде, это, в принципе, эквивалент вызова дата-див функции в SPL-сервере. Или вы можете передать некоторую конфигурацию методу, который выполняет подмену, и он в таком случае просто зашимит использование функции, заменив ее на возврат константного значения, которое нужно для данного конкретного текста, то есть это будет аналог mock-ов, которые используются в обычных C-Sharp юнит-тестах. Что мы получили за три примерно года с использованием этого метода? Вся наша логика, большая часть нашей старой логики и вся наша новая логика у нас теперь содержится в C-Sharp коде. Для нас это еще особенно актуально, потому что, как я упомянул, у нас нет полного контроля над нашими SQL-серверами. И когда вы разработчик большой компании, вам приходится иметь дело с бюрократией, чем больше логики реализована тем, над чем у вас есть полный контроль, в данном случае вашим C-Sharp приложением, тем лучше. Тем больше у вас знаний, тем быстрее вы можете реагировать на запросы бизнеса. Бизнесу на самом деле все равно, почему вы не смогли вовремя предоставить нужные фиксы информацию, по шапке получат все. У нас очень сейчас, раньше у нас было много Silverlight, сейчас все на Single Page приложениях в вебе, естественно, и поэтому для нас очень удобно то, что переход из мира веба в мир C-Sharp кода осуществляется достаточно плавно. То есть с веба мы можем присылать какие-то JSON-объекты, олицетворяющие логику, которые необходимо выполнить. В C-Sharp нам не надо пытаться ее выполнять анализировать и выполнять эквивалентами, мы можем трансформировать ее в непосредственный эквивалентный C-Sharp код, компилировать его и выполнять. Или даже в случае с запросами Quantity Framework отправлять на дальнейшее выполнение в SQL сервер. То есть фактически часть наших SQL запросов впишется JavaScript на фронтенде. Ну и последнее это то, что Expression 3 позволяет вам писать вот эти маленькие кусочки логики, которые поддерживает компилятор, они позволяют вам писать очень выразительный код. К примеру, если частая ситуация из справочной системы, вы получаете ответ на запрос, у этого ответа на запрос очень-очень большая структура. У вас есть один мастер-объект, у него есть несколько десятков коллекций банковских сущностей, вам нужна одна конкретная из них, у нее есть категории свойств, в категориях свойств есть под категории, и, наконец, в подкатегории у вас есть конкретные свойства. Проблема в том, что null у вас может возникнуть на абсолютно любом этапе получения этого самого конкретного свойства. И хорошо, если ваше приложение, если у вас есть инфраструктура, чтобы использовать C-sharp шестой, вы можете использовать LVS-оператор. Но тут встает другая проблема. LVS-оператор, к примеру, скажет вам, что до конца цепи он не добрался, а вот на каком этапе он остановился, он вам не скажет. И когда ваш бизнес-аналитик спрашивает вас, почему значения из справочной системы не доходят до нашей базы, вы не можете ему сказать, что там где-то в цепи нуль. Ему нужна информация, на каком конкретной этапе справочная система дала сбой. С помощью деревьев выражений, как несложно себе представить, можно иметь метод, которому вы отдаете цепочку без каких-либо вообще проверок на нул. Метод парсит вашу цепочку и с помощью рефлексии получает значение каждого следующего узла. И если цепочка до конца не дойдет, то он вам выдаст диагностическую информацию о том, на каком конкретно узле вы остановились. Дебажить целостность данных, это, наверное, самый частый дебаг в банке. Проблема возникает не с кодом, а с тем, что в данных что-то, чего вы не ожидали, даже тогда, когда BA божился, что вот конкретно такой ситуации не будет никогда. Забудьте об этом. Все, что не проверяется жесткими ограничениями базы данных или вашего C-шарп-кода, все это возможно. Бизнес-правила, они не железные. Пара общих советов, я в целом их упоминал уже по ходу. Помните, что провайдеру приходится компилировать C-шарповскую логику в логику на языках запросов, поэтому хорошие провайдеры или скомпилируют вашу логику, или хотя бы предупредят вас о том, что вы пытаетесь сделать что-то, чего в языке запросов сделать нельзя, а что сделают плохие провайдеры, этого угадать невозможно. Если используете Entity Framework 6, если вдруг у кого-то остались и DMX-файлы, отказывайтесь от них, они больше не поддерживаются, и используйте конфигурацию Code First, это когда все свойства, все правила маппинга вашей C-шарп-модели к вашей базе данных, собраны в отдельный класс конфигурации. Во-первых, это облегчит вам мерджи, потому что мердж XML-файлы, это крайне сложно. Это, собственно говоря, было одной из причин, почему мы перешли на Code First конфигурацию. Во-вторых, ее гораздо легче читать. Получается, она с помощью расширения Entity Framework Reverse Poco Generator, у него уже явно больше полумиллиона установок, возможно, уже и больше миллиона. Получается модель буквально за минуту. С любой базой данных снова вы сталкиваетесь, за минуту у вас готов контекст, вы можете начинать с ней работать так, как привыкли. Не используйте Entity Framework 6 для батч-операций. Да, в седьмой версии обещают поправить, но приоритетом на данный момент является Entity Framework Core, поэтому такое улучшение, оно неизвестно, насколько высокий у него приоритет, как скоро мы его увидим. Ну и последняя это рекомендация софтина, о которой я говорил, Linkupad, она крайне полезна оказалась нам в разработке. Мы обратили на нее внимание из-за работы с Entity Framework, но впоследствии начали использовать ее для чего угодно, вплоть до того, чтобы быстро проверить, будет ли работать небольшой кусочек Entity Framework, небольшой кусочек чисто C-Sharp нового кода, а в новой версии она еще и предоставляет Roslin визуализацию вашего дерева. вот ссылка на проект надеюсь презентацию наши организаторы разошлют, в ней будет эта ссылка, но если вдруг что, мой GitHub Айкошелев, там проект с демонстрацией того, о чем мы сегодня говорили, и еще несколько проектов, которые показывают, какой рутинный код можно оптимизировать и автоматизировать его написание с помощью деревьев выражений. В частности, то, что спасло нам очень много написания руками, это AutoProject, это код, который позволяет вам встраивать проекцию класса вашей модели в класс вашего DTO прямо в запрос к SQL серверу, и просто следует правило, что если у двух свойств на этих классах одинаковое имя и совместимый тип, то нужно один в другой мапить. Это конец презентации, пока оставлю этот слайк, давайте посмотрим, что у нас в QA. можно просто забыть вызвать ту-лист, не забудете. Если вы, более того, если вы передаете iQuery куда-то, где ожидается iEnumerable, то, естественно, при введении и при дальнейшей работе с iEnumerable у вас вызовется ваш запрос. То есть эта проблема никогда не возникает. Вопросы батч запросов с EF. через Dapper. В Dapper, кстати, тоже частично используем деревья выражений для того, чтобы SQL не писать руками, а генерить. Относительно так. Часто ли у нас запросы к другой базе? Бывает ли такое, что процедура в одной базе вызывает другую? Нет, у нас все в рамках одной базы, и других баз она не возникает. У нас есть несколько разных баз для конфигурации, но запросы не производят вызов из одной базы в другую. А сейчас в принципе основная тенденция это микросервисы, потому что когда монолитные банковские приложения мы начали разбивать на какие-то более поддерживаемые небольшие кусочки, мы столкнулись с тем, что все равно все они завязаны на одну и ту же базу, и уже это является батлнеком производительности. Поэтому сейчас мы стараемся держать, уменьшать размер наших баз, но если нужна информация из другой базы, мы не делаем запросы с базы в базе, мы делаем запросы через микросервисы в слое бизнес-логики C-Sharp. Были ли проблемы с производительностью рефлексии? Конечно, если вы задаете, скажем, операцию получения длинной цепочки свойств через дерево выражений, а не через C-Sharp-код, это будет медленней. Но это будет, скажем так, потеря в производительности, которую вы имеете по сравнению с одной стороны с длительностью запроса к базе данных или к другому сервису, она минимальна, а с другой стороны производительность в банке важна, но она на втором месте по сравнению с поддерживаемостью кода. Самая большая проблема банка это код, который написан 10 лет назад, и его никто уже практически не может прочитать. Поэтому если у вас есть возможность написать что-то одной строкой вместо 10, пускай даже оно будет работать в 3 раза медленней, при условии, конечно, что это не запрос, который выполняется миллион раз в минуту, то стоит задуматься о том, чтобы написать это выразительно одной строкой. Опять же, с учетом того, что большинство нахладных расходов это ввод-вывод, сетевые операции, это потеря в производительности роли не играет, мы ее никак не ощущаем. Классы модели, которые генерит в частности reverse block generator, это обычные C-Sharp классы, и все они partial. В принципе, если вы что-то генерите, в данном случае речь идет о генерации кода с помощью T4 темплейтов, когда ваша студия обеспечивает, это более старый способ, существовавший еще до розмином, но тоже отличная штука. Если у вас приложение, в котором вам надо следить за целостностью данных, к примеру, если у вас есть слой enum, которые хранятся в базе, а они должны храниться в базе, потому что в конечном итоге enum должны храниться там же, где и золотой источник данных, с которыми вы работаете, иначе вы не сможете, скажем, в выборке получить название того или иного enum, название, точнее, эквивалентное название значения того или иного enum, поэтому да, enum должны храниться в базе, но в C-Sharp их тоже надо использовать, и в C-Sharp хорошо бы, чтобы они были именно правильными C-Sharp enum какой вывод? Нужно получать из базы состояние enum на основании этого состояния. Это делается с помощью T4 темплейтов, довольно удобный инструмент, и это обеспечивает то, что если в базе что-то поменялось, вы перегенерировали ваши enum и если одно из значений, на которое вы полагаетесь в своем C-Sharp коде внезапно пропало, компилятор вам тут же об этом скажет. Он скажет, что такого члена enum больше нет, код ваш не скомпилируется. Это то, о чем я говорил. Всегда основное требование, которое мы выдвигаем к работе с данными в нашем приложении, это если какая-то проблема может быть видна на этапе компиляции, она должна быть видна на этапе компиляции. И да, если вы генерите какие-то классы из, скажем, состояния вашей базы данных, всегда помните, они должны быть partial, потому что может возникнуть необходимость добавить к перегенеренной части какую-то часть, которая написана руками и переживает перегенерацию, это достигается с помощью partial. проблем с миграцией у нас нет, но просто нам нужна гораздо более гибкая миграция и наша миграция создавалась еще в те времена, когда NTD-фреймворк миграцией заниматься не умел, поэтому с точки зрения миграции базы данных мы подходим, мы стоим на том подходе, что лучше иметь отдельный инструмент, который под это заточен и который является стандартом индустрии. плюс использование вот этих более старых инструментов, которые являются стандартными индустрией в том, что гораздо больше шансов, что вы найдете свой ответ на Stack Overflow, если столкнетесь с какой-то очень экзотической задачей, которую даже не представляете, как решать с вашим инструментом. Если ваш инструмент использует еще несколько миллионов разработчиков в комьюнити, есть хороший шанс, кто-то из них это уже решал. Был ли опыт построения динамических запросов с помощью UEF? Все запросы, о которых я только что говорил, они все и строятся динамически. Единственный вопрос в том, как изначально описан ваш запрос, чем он описан. В нашем случае он зачастую описан пришедшими с веба JSON-объектами. Дальше вопрос, как вы будете конвертировать их в деревья вооружений. Но все, что вы в состоянии сконвертировать в дерево вооружений, вы в состоянии передать в ваш entity framework. Что тут у нас идет? Как правило, реальное предложение содержит несколько баз данных. UEF позволяет замапить одну базу данных на один контекст. Если вы отказались от хранимых процедур, как вы решаете вопросы, когда ваша логика зависит от нескольких баз данных? Достаточно просто. у вас может быть несколько контекстов. И объединение информации из разных сервисов, из разных баз данных, оно происходит на слое бизнес-логики. И из наших репозитариев мы возвращаем классы DTO, то есть классы, которые содержат в себе сами данные, но не связаны более с той базой данных, из которой они получены. Ситуация, в которой репозитарии возвращают саму entity-модель, она достаточно редкая и применяется только тогда, когда это действительно оправдано. Зачастую это если у вас есть сервер джобов, и там, то есть, то, что вы получили из репозитария, оно не будет цивилизироваться и не будет отправляться по сети, скажем, на фронт, там, да, можно оставить вашу модель в entity-классах и иногда, скажем, позволять entity-фреймворку подгружать недостающее навигационное свойство по ходу выполнения вашей бизнес-логики. Но это крайне редко бывает. Примеры юнит-тестов, да, они в репозитарии, в проекте, на который я указал ссылку. Единственное, что вам понадобится база AdventureWorks, а, ну, для юнит-тестов, собственно говоря, и не понадобится. Юнит-тесты вы можете прогонять, просто установив, скачав себе этот проект. В репозитарии в любом случае есть описание всего того, что ему нужно для того, чтобы выполняться. Как часто мы используем as-node-трекинг? Иногда мы его используем, но очень редко, потому что, как я уже сказал, репозитарии в основном возвращают DTO, а там трекинг, как таковой, он и невозможен. Используем ли мы NoSQL базы? В этом банке нет, не используем. В предыдущем, где я работал, пытались, но там мы не дошли до той стадии, на которой было бы видно какие-то особые проблемы. Мы пытались использовать Mongo, на тот момент Mongo предоставляла уже iQueryable Provider, но это было больше трех лет назад, и, насколько я помню, он был достаточно простенький. То есть, что-то он умел, но особо комплексные запросы, по-моему, не преобразовывал. Административный вопрос, как разбиваете базу на мелкие подбазы? По-разному. Зачастую в банке разбить что-то существующее практически нереально. Поэтому единственный вариант это написать новое решение, которое работает параллельно. Новое решение работает несколько месяцев, пока у менеджеров больше нет сомнений, что оно в состоянии поддерживать текущий бизнес-процесс. После этого отключаете старое решение на день, проверяете, что все нормально, отключаете на неделю, на месяц, ну и, наконец, не включаете его обратно. На слайде есть ссылка, под которой вы оказали по дженерик фильтрации и сортировке. Да, это есть в проекте, на который ссылка. Как expression 3 ложатся на бизнес-данные, распределенные по нескольким BD? Expression 3 ложатся на ваши C-Sharp-овские классы. Вопрос в том, как ваши C-Sharp-овские классы ложатся на данные, разделенные по нескольким базам данным. В Entity Framework у вас зачастую для одной таблицы есть две части. Первая это сам класс, который олицетворяет собой данные, когда они уже десериализированы в ваш C-Sharp-on-time. А вторая это конфигурация. Это класс, который описывает маппинг того, как этот ваш POCO-объект соотносится, какое свойство соответствует какой колонке, какие есть ограничения. Если вы хотите использовать один и тот же POCO-объект с несколькими базами, единственное требование в том, чтобы либо вы подгружали разную конфигурацию для разного контекста, полагаю, что этого можно достичь, нам никогда не требовалось этого делать, но конфигурация выполняется в конструкторе вашего контекста, насколько помню, и если вы готовы править или писать его руками, то да, можете. Ну и чтобы тот C-Sharp-объект, о котором идет речь, он был совместим с обоими таблицами в разных базах. AutoMapper iQueryable Extensions используем. AutoMapper используем, iQueryable Extensions не используем, потому что в принципе все мы на них мельком смотрели, но просто как-то не было времени глубже в них разобраться, но то, что мы пишем, оно в принципе реализует примерно те же вещи. В частности, подразумеваю, что проект, который я делал для того, чтобы автоматически мапить совместимые модели еще на этапе SQL-сервера, что-то подобное наверняка в IQueryable Extensions есть. Да и сам AutoMapper, насколько я помню, использует Expression Threes, так что охотно верю, что есть уже готовая библиотека Extensions, которые многие сценарии, с которыми придется столкнуться при использовании Entity Framework, для вас автоматизируют. Так что однозначно стоит на это посмотреть. Имеет ли смысл на бэкэнде в веб-приложении при каждом запросе создавать новый DB-контекст? Да, мы создаем каждый раз. Операция, ну, там создание DB-контекста никоим образом базу не затрагивает. На этапе создания вы всего лишь выполняете деконфигурацию. Скажем так, у нас не было времени разбираться с тем, есть ли безопасная реализация переиспользования DB-контекста, при которой мы никак не столкнемся с соц.тейл-данными, с закэшированными данными. Это единственное наше требование к DB-контексту, на самом деле два. Первое, поддержка транзакций, то есть у нас не должно быть, скажем, во время выполнения одного и того же запроса с фронтенда, у нас не должно быть двух контекстов, потому что у них будут разные транзакции. Могут быть. И второе, я уже забыл, что какое второе, это операция, а, да, второе, чтобы мы ни в коем случае не столкнулись с закэшированными данными, потому что показать нашему менеджеру старые данные, это очень плохо для бизнеса и для нас. Для миграции. Уже упоминал, используем такую компанию Redgate, они делают очень хорошие инструменты для работы с SQL-базами данных, ну и очень дорогие, но у банка деньги есть, поэтому используем его. К сожалению, бесплатные альтернативы, которая бы хорошо справлялась с миграцией баз данных, я пока не нашел. В прошлом проекте использовали LiquidBase, но их подход мне не очень нравился. Они требовали, грубо говоря, писать модель вашей базы в виде абстрактной XML-структуры или структуры самого SQL, но грубо говоря, вы сначала писали абстрактную модель, потом LiquidBase для вас ее создавал или приводил в соответствие вашу базу к ней. С RedGate гораздо проще, потому что вы можете просто модифицировать свою базу как хотите, как вы привыкли, стандартным SQL-способом, а потом он просто делает div и добавляет ваши новые изменения себе в контроль версии. как бы вы добавили использование hint with no lock. Да, hint и entity framework, насколько я знаю, не поддерживаются из коробки. Если бы у меня возникла жизненная необходимость как-то дорасширить вот такую генерацию и не было бы готового решения, ну, тут придется лезть во внутренности entity framework, ловить тот момент, на котором он, собственно говоря, генерирует текст того statement, который вас интересует, и учить его обрабатывать какие-то дополнительные вещи, которые вы ему в дереве выражений передаете. То есть, скорее всего, в данном случае вам пришлось бы добавить какой в ваш в методы расширяющие вашей query был какой-нибудь метод типа with no log, который добавляет к вашему нынешнему состоянию запроса вот этот вот hint, и научить ваш провайдер entity framework обрабатывать этот метод. Так, сколько у нас времени? Потому что если у нас 10 минут, в принципе, если есть какие-то вопросы, наверное, задавать мне их на почту. Давайте я вам быстро покажу, что вам дает Linkypad, потому что инструмент этот на самом деле очень хороший. Вот так вот выглядит Linkypad. Первое, что вам надо будет сделать, когда вы его себе установили, это, кстати, бесплатная версия, тем не менее, в ней работает большинство функционала, кроме возможности выставлять точки дебага и IntelliSense. Но за IntelliSense придется немножко доплатить. На работе, правда, он у нас от корпорации, поэтому там есть IntelliSense, работает софтино отлично. Первым делом вам надо добавить подключение к вашей базе. Вы можете либо скормить ему существующую базу данных через Linky2Sql, то есть фактически выбрать для него сервер, который вам нужно, настроить аутентификацию, все как в подключении к обычному SQL-серверу и протестировать это подключение. После этого у вас появится вот такая модель вашей базы. Она сделана примерно так же, как сделан был бы ваш Entity Framework Context. И вы можете начинать делать по ней выборку. Чем это настолько удобно? Тем, что с одной стороны, если вы привыкли писать запросы в C Sharp, вы можете продолжать это делать здесь. А с другой стороны, гораздо удобнее, чем в SQL-сервере получать, чем в SQL-сторе получать доступ к вложенным сущностям. Имея какой-то рядок, который вас интересует, вы можете продолжать просматривать связанные с ним сущности хоть до бесконечности. В частности, если BA подходит вам и говорит, что у него какая-то проблема с конкретным, скажем, с конкретным продуктом в базе и непонятно, откуда она происходит, вы можете показать ему состояние продукта и когда он говорит вам, а давайте посмотрим, с какими он у нас связан менеджерами, вы просто нажимаете на нужное поле и получаете список этих самых менеджеров сразу, вам не надо быстро руками писать другой запрос. с другой стороны, Linkypad показывает вам тут же весь SQL, который у вас уходит в базу. То есть, если вы не уверены, как что-то выглядит, давайте я открою более сложный запрос. Если вы не уверены, что будет отправляться в базу, когда вы выполняете какой-то запрос, то у вас тут же есть окошечко, где вы можете этот самый SQL посмотреть. Ну и третье это нечто, что новое в пятой версии, в четвертой у нас на работе этого еще нет. Он использует Roslin. А благодаря тому, что он использует Roslin, вы можете прямо на месте писать любой C-Sharp код и смотреть, как выглядит древовидная структура этого кода. Вот у нас, к примеру, подсвечена строчка в коде и то, какая древовидная структура ей соответствует. Давайте что-нибудь попроще. Что-нибудь типа присвоения. Вот, к примеру, самый простой пример, в какую древовидную структуру, в данном случае структура Roslin трансформируется присвоение константной строки свойству вашего объекта. Если бы вы писали expression три руками, выглядело бы примерно так же. Roslin дополнительно имеет дело с большим количеством разного рода 3V. В частности, да, не может посмотреть глубже. Вот дерево, с которым вам пришлось бы иметь дело, если бы вы анализировали вот этот код через Roslin. Ага, вот так. Как можно видеть, Roslin дает вам доступ к комментариям, если они есть, и, к примеру, к атрибутам. И еще одна отличная черта LinkCupad, помимо того, что он позволяет вам очень удобно работать с вашей базой, вы можете ему скормить конкретно вашу DLL. Вы можете сказать ему, что мы будем работать с контекстом Entity Framework 4, 5, 6 версии, он попросит вас дать ему адрес DLL-ки, и после этого вы получите вот такой вот контекст. В данном случае он будет подгружать ваши конкретные DLL, и вы можете ему дать вспомогательные DLL, содержащие абсолютно любой C-шарп-код, и начать он, эти DLL-ки будут подгружены соответственно при выполнении вашего запроса. В частности, здесь вы видите, что я использую свой слой сервисов и свой слой репозитариев, всего лишь передавая ему дата-контекст, который в моем случае соответствует тому контексту, он подобрал, LinkVPath засек, что в DLL-ке есть класс, реализующий EF-дата-контекст, и соответственно та модель, которую он вам предоставляет, она будет реализовывать соответствующий интерфейс, чтобы быть совместимой с вашим существующим дата-контекстом. Так. Четыре минуты у нас осталось. LinkVPath не знаю, использует ли он Entity Framework для тех случаев, когда вы даете ему базу, а не вашу конкретную DLL-ку, но разницы между этими двумя случаями мы пока не наблюдали. То, что работает по простой базе, зачастую работает и по DLL-ке, содержащий контекст, который создан на основе этой самой базы. Насчет того, какой провайдер он использует, тоже никогда не задумывались. Если возникала такая необходимость, просто сравнивали SQL. Небольшая разница есть. Однозначно он, к примеру, будет стараться вывести параметры. Не помню, кто из них инлайнит параметры, а кто выводит, но, опять же, на практике разницы для нас это не делало. Если у вас возникает необходимость вдруг посмотреть, какой конкретно код выполняется вашим entity фреймворком, у вас два варианта. Во-первых, если вы в рантайме обследуете ваш iQuery, сейчас попробую это показать, то он вам сообщит, попытается сообщить о том, какой именно код будет сгенерирован. Так, студия моего видно? Да. В частности, если у вас есть iQuery и вы встали на паузу и посмотрите, что именно у вас находится в вашем iQuery. iQuery. Так, возможно, надо встать на паузу чуть глубже. Так, секунду. То он попробует вам показать тот SQL-код, будет сгенерировать на основании нынешнего состояния запроса. Это SQL, надо просто скопировать его в отдельное окно. Почему не сделать это в самой студии? Вот что вы увидите, если наведетесь на iQuery, который для вас создает Entity Framework. Это еще до того, как он выполняется. Если надо посмотреть, что конкретно выполняется, то есть хотите, грубо говоря, логировать весь SQL, который уходит, тоже, кстати, очень удобно, потому что профайлер к нашим серверам баз данных мы подключить не можем, то у вашего контекста, у Entity Framework контекста есть свойство Database, у него есть Delegate Logger, в который, собственно говоря, будет дампиться весь SQL, который через него проходит. Ну и вроде бы это все. Спасибо вам за то, что пришли на конференцию и удачи в вашей бизнес-логике и в работе с базами данных. И однозначно попробуйте, посмотрите на деревья выражений и розлин. Это выводит в разработку на кардинально новый уровень. отб JENNY . . . . . . . Продолжение следует...